Бедай наибольшая колькасть тех, кто не жадает выкористовывать платежные терминалы, индивидуальные предпринимальники. Хоть и далеко не все. Крама Дзення на улице Кирова працует уже в некольких годах. Директор и он же уладальник Александр Кирнос на отсутность покупников не скардится, хоть и кажется, что спадеется на повеличение их колькасти. Платежный терминал у Крама установили еще в Саковику, причем выбирали самый сучасный. Зато и теперь могут назвать становчие и отмолвные моменты. А пошли, правда, всего один. Необходно спиралишивать банку в полный процент за каждую проведенную операцию. Плюсов значительно больше. Плюсов больше в этом, чем минусов. Человек пришел, он хочет рассчитаться. У него нет с собой наличных. Сейчас карточки у всех. У всех на руках есть карточки. Кто-то с России приехал, какой-то иностранец приехал. У него есть карточка. Он рассчитался. Если у него нет наличных денег, ему надо бежать в банкомат, ему надо бежать в обменный пункт. Ему неудобно. А так он пришел, рассчитался. Кто-то много купил. У него не видно по карману, что он купил много. Карточкой он отдал. Ему легче расстаться с этими деньгами. А пошли психологичный момент, до речи, недооценивают ци увоголя. Не уличывают шмат, як и владельники гандлевых кропок. Справа в том, что покупник заусюду будет экономить наявные гроши. И больше охотно тратить без наявных, которые нельзя поднимать в руках. У инспекции Министерства по податках и сборах по Гомельской области сегодня называются и иншие переваги от выкористания платежных терминалов. Урештях это державная политика. Зменьшение объема наявных сродков, на выработки которых затрашиваются совсем немаленькие суммы, причем в валюте. Для субъектов предпринимательской деятельности это, прежде всего, история, которая сохраняется. И предприниматель в любое время может посмотреть, за что и когда он получал деньги. Это минимизация расходов на транспортировку денег, инкассацию. Для налоговой инспекции плюс это, прежде всего, прозрачность платежей. То есть с каждой покупки мы будем знать, что в бюджет будет доначислен налог. Ну и для потребителя, естественно, это плюс, когда он может воспользоваться платежной карточкой, а не носить с собой крупную сумму денег.